Нас ругали, нам запрещали заказывать и так далее Меня, конечно же, обзывали доской Учить какую-то физику, которая я уже точно знала Она мне нафиг не нужна Такая во мне немножко бунтарочка жила Стоит просто немножко подождать, немножко всем подрасти Здравствуйте, дамы и господа Меня зовут Катя И в сегодняшнем видео я бы хотела с вами затронуть тему обучения Обучения в школе, потому что я знаю, что большинство из вас У меня сейчас случится как раз-таки в школе И периодически, когда я там выкладываю какие-то сторис с университета и так далее Все пишут, ой, блин, я тоже так хочу, школа задолбала и так далее Именно поэтому сегодня я решила снять видео И вообще дать какие-то чисто свои советики Какие-то лайфхаки, к которым я прибегала, когда я была в школе У меня на самом деле это было классное время Местами было классное, местами не очень Вообще сегодня я хочу поделиться, в принципе, своим опытом нахождения в школе Потому что мне кажется, что за 11 лет разных каких-то лайфхаков, лазеечек я узнала И могу с вами поделиться Если вы на моем канале впервые, то школу я закончила уже вот почти как год назад И сейчас я учусь в университете в Англии Я переехала сюда 7 месяцев назад И сейчас учусь на бизнесе Моя студенческая карточка В общем, да, что ж, давайте приступим Буду рада, если вы в комментариях вообще поделитесь своим опытом Как у вас сейчас что в школе, какая ситуация Я буду читать обязательно комментарии, отвечать Если у вас там будут какие-то вопросы лично ко мне Давайте начинать Итак, ребята, мы перемещаемся на территорию моего университета И сразу переходим к первому совету Первый совет на самом деле довольно-таки простой, но очень действенный Я бы посоветовала вам сделать вашу школьную рутину наиболее комфортной Постараться ее прокачать, поменять Так, чтобы она реально вам нравилась Хоть немножко Если вы помните, то когда мы были в 11 классе, в 11-10 Мы постоянно заказывали доставки еды Потому что, ну, нам это нравилось Вот приходишь в школу, это уже был определенный ритуал Там после 3-4 урока или после 5 Мы заказывали мак, мы заказывали просто кофе Мы заказывали вкусвилл Сразу скажу, нет, у нас не было это разрешено Нас ругали, нам запрещали заказывать и так далее Но я была самой инициативной девчонкой Если говорили нельзя, то Катя делала обычно всегда по-другому Такая во мне немножко бунтарочка жила Живет, возможно В общем, мы вообще прибегали к разным уловкам Мы просили курьера зайти на территорию, оставить на охране Просили его просунуть в калитку Короче, очень много всего было Это было безумно весело Это только один из способов Еще один вариант Вы можете купить себе очень крутую канцелярию Да, но не зря же всякие кучи красивых тетрадочек выпускают Потому что в них прям хочется что-то писать В предметных тетрадочках, красивыми ручками и так далее Приносите с собой в школу колонку Разрешали ли нам носить с собой джебель-колонку в школу, чтобы танцевать на уроках? Не разрешали Но, как бы, не принесешь, не узнаешь Это просто отдельный ритуал Мы слушали музыку на колонке в классе Разные треки, все танцевали Это было безумно круто Это создавало отдельный вайб А чтобы отучиться урок, дождаться перемены, подейсить, попрыгать со всеми В общем, совет в том, чтобы найти вот ту самую какую-то комфортную рутину Что-то такого, какой-то внести вклад в свою школьную рутину Может быть, вам будет нравиться заказывать еду, танцевать под колонку Может быть, вам будет нравиться писать красивыми ручками в красивых тетрадках Итак, ребята, ловим следующий второй совет Ваша школьная рутина будет идеальной, если вы подружитесь со своими одноклассниками Либо же найдете хотя бы одного друга, ради которого вам будет не лень ходить в школу С которым вам будет классно проводить время И тогда, поверьте мне, если у вас будет реальный человек, с которым вы хорошо общаетесь С которым вы поддерживаете общение в школе Это вообще изменить ваши отношения к школе Я оккупировала какую-то аудиторию Я вообще не знаю, кто-то придет или нет Поэтому я боюсь, что кто-то сейчас зайдет Идеально, конечно, было бы наладить отношения со всеми одноклассниками Но это не всегда просто Лично у меня класс был не сильно большой И у меня, в принципе, со всеми были хорошие отношения Не было конфликтов Ну, может быть, там, окей Когда-то мы периодически ругались Но вообще, в целом, наши отношения были хорошие А что делать, спросите вы меня Если меня задирают одноклассники Они меня унижают, они, наверное, прикалываются и так далее По своему опыту скажу Если вас как-то задирают Если вас как-то обзывают По фигуре им что-то не понравилось Или еще что-то такое Меня, конечно же, обзывали доской в мои школьные времена Кофиг, что эти мальчики потом были в меня влюблены Как бы, да, ну, забыли Но суть в том Ребята, если вас задирают, игнорируйте Реально, вот, отвечать там Как-то свое внимание на это обращать Это неверная тактика, можно сказать Игнор — это самая верная тактика Вы можете в душе проживать это очень тяжело Но человеку, который это вам говорит Который вас задирает Делайте вид, что вам пофиг Реально Не показывайте то, что вам не пофиг И вы хотите как-то ему ответить А вообще, я хочу сказать вам Что со временем коллектив укрепляется в ваш класс То есть, потому что, когда вы там еще в седьмых, восьмых, девятых классах Вы еще довольно-таки малы, скажем честно Уже потом, в старшей школе Когда вы будете все вместе расти У вас понимание в классе будет другое Оно тоже, соответственно, вместе с вами будет расти В принципе, вы будете находить общий язык И лучше сходиться Это вопрос именно возраста Так что, если у вас сейчас все очень плохо Не волнуйтесь Стоит просто немножко подождать Немножко всем подрасти И все осознать Безусловно Стоит сказать, что у всех разные обстоятельства И кому-то, может быть, вообще не актуально перестраиваться Подстраиваться Дружить с кем-то И так далее Ну, то есть, у каждого просто своя ситуация Например, моя подруга Даша Дейзи Она блогер И для нее было супер актуальным Перейти в школу экстернат Она сейчас три года заканчивает за один Прикольно, да? В чем фишка? Фишка в том, что вы можете не учить те предметы, которые вам не нужны То есть, если вы учитесь в школе экстернате То вы выбираете чисто только то, что вам нужно Мне кажется, это офигенно И второе Очень популярная тема в Америке Отучиться После школы взять gap year Подумать, чем вы хотите заниматься в жизни А не сломя голову бежать сразу в университет Чтобы потом там, не дай бог, отчислиться с какого-то курса Потому что вы поняли, что это не ваше Мне кажется, gap year это офигенная штука Потому что, если вы учитесь в школе экстернате Вы быстрее отучиваетесь И потом можете взять gap year Подумать о жизни О том, чем хотите заниматься И в таком же возрасте, как и ваши бывшие одноклассники Пойти в университет Итак, если вас заинтересовала программа Обучение в школе экстернате То я могу вам посоветовать школу экстернат ЕГЭ центр Которая предназначена для старшеклассников В школе экстернате Учеба направлена на то, что вы усиленно готовитесь к ЕГЭ По выбранным предметам И также получаете государственный аттестат об окончании школы Есть три доступных варианта программы Десятый и одиннадцатый класс за один год Подходят для тех, кто хочет закончить школу быстрее Но при этом готов заниматься интенсивно Также есть вариант десятый и одиннадцатый класс за два года Это стандартная длительность Но при этом вы эти два года учите не все предметы подряд А учите только профильные, которые вам нужны в университете И третий вариант программы Это одиннадцатый класс за один год Подходит для ребят, которые хотят не отвлекаться на сторонние предметы Которые хотят подготовиться на хорошие баллы Не прибегая к помощи репетиторов и других курсов Скажу вам немножко про плюсы школы экстерната ЕГЭ центр Вы занимаетесь в малочисленных группах до 10 человек То есть педагог может каждому уделить внимание И объяснить, если что-то непонятно В свою же очередь педагоги, эксперты ЕГЭ Соответственно, они знают, на что давить Уловки, да, там какие-то лазейки И они смогут вас действительно качественно подготовить Как я уже говорила, в школе-экстернате вы не учите все подряд Вы учите только профильные предметы Что дает вам возможность концентрироваться На подготовке к этим предметам И сдаче на высокие баллы Также ЕГЭ центр проводит ежемесячные мероприятия Психологические тренинги для учащихся В начале года проводится тимбилдинг Где вы со всеми познакомитесь В течение года будете посещать выставки, музеи, квесты Организовывать встречи с интересными людьми Спортивные мероприятия, праздничные вечеринки И еще, если для кого-то важным критерием является столовая То у ЕГЭ центра она тоже есть Ссылку на ЕГЭ центр я оставлю в описании Ну что, ребята, четвертый заключительный совет Который я хотела бы вам дать Это тот совет, которым я пользовалась сама Потому что, поскольку, вы знаете, я не уходила в итоге Ни на домашнее обучение, ни в школу-экстернат И, соответственно, в 11 классе было уже довольно сложно Могу сказать, учиться Учить какую-то физику, которую я уже точно знала Она мне нафиг не нужна Какие-то еще предметы Там химия, биология, география Которые в 11 классе уже люди определились Они знают, чего они хотят Но не надо им их учить Что делать в такой ситуации Когда у вас много предметов, которые вы не хотите учить И которые вы знаете, что вам не нужны Быть хитрее и искать лазейки Первое, что я делала Это те предметы, которые мне были не нужны Я их просто не учила То есть я, ну, делала домашнее задание Это, знаете, там было, типа, там, Элена, скинь, пожалуйста Я там на коленке перед уроком Что-то как-то, чтобы создать видимость Что я предмет учу И как бы все нормально Ну, реально, мне было Вот физика мне уже была не нужна Я ее выучила в 9 классе Когда она там, по-моему, с 8... Ну, не знаю, в 8-9 класс я учила физику Я ее реально знаю Но в 11 классе она мне была уже абсолютно не нужна Она мне была уже здесь вот Поэтому какие-то варианты Просто учите то, что вам нужно То, что вам не нужно Старайтесь быть хитрее Где-то что-то делать на переменах У кого-то просить помощи Там, списать и так далее Это не страшно, если вы точно знаете Что эти предметы вам не нужны Ну, и также желательно иметь хорошее отношение с учителями Я не говорю сейчас подлизываться и так далее Но просто, в принципе, банально стараться Не грубить там, да, как-то Хотя бы проявлять заинтересованность к предмету На самом деле, очень жалко тех учителей Когда, знаете, весь класс сидит в телефонах Учитель кому-то рассказывает Я в такие моменты всегда не сидела в телефоне И делала вид, что мне интересно Просто, чтобы не обидеть учителя В общем, да Просто совет Будьте хитрее Ищите лазейки Как говорит мой учитель по бизнесу Don't work hard Work smart Не работайте усердно Работайте Smart Как это сказать? Умно Ну, поняли, да? Потому что Долбить все предметы, которые вам не нужны Я не вижу смысла Так что Don't work hard Work smart Ну что, на этом все Хотела бы сказать, что те, кого заинтересует обучение в школе-экстернате Я оставлю ссылку в описании на ЕГЭ-центр Вы там можете подробнее ознакомиться Найти нужную информацию И вообще, в принципе, подумать, да? Если для вас топция актуальна Ну и все На этом все Пишите свои комментарии С вашими ситуациями Если вам нужен какой-то совет от меня Я все-таки 11 лет в школе отпахала Опыт имеется Могу где-то что-то подсказать Где-то что-то помочь Спасибо большое за просмотр этого видео Если вы на моем канале впервые Можно подписаться Можно не подписываться Можно поставить лайк Можно не поставить Если вам захочется То я буду рада В общем, все Удачной вам учебы Надеюсь, что вам это видео помогло И вам будет легче Лето очень скоро Реально очень скоро Я вообще в шоке Насколько оно скоро Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok